Церемония Грэмми 2019. Выступления и модные скандалы, которые взбудоражили публику. Прошедшая в этом году церемония Грэмми запомнится многим. Начиная от Дрейка, речь которого вырезали из эфира до нескольких модных скандалов. Да, нам многое нужно рассказать. Для начала поговорим о нарядах. Бедная Кайли Дженнер подверглась критике за свой розовый комбинезон. В социальных сетях то и дело появлялись комментарии типа «Она поссорилась со своим стилистом» и «Кто сказал Кайли, что этот наряд ей идет?» Стоит признать, что сама Кайли чувствовала себя неловко в этом наряде. Но к ее счастью, рядом с ней был Трэвис Скотт. Благодаря ему внимание публики переключилось на пару в целом. Стоит сказать, что сам Трэвис позже пел на сцене и его выступление просто порвало зал. Ни для кого не секрет, что Карди Би знает, как удивить публику. Вы только взгляните на ее завораживающее платье в паре с украшением на голове. Вся композиция похожа на ракушку с жемчужиной. Однако некоторые интернет-пользователи сравнили ее украшение на голове с коробкой конфет Ферреро Роше. Но помимо всего прочего, Карди на этой церемонии вошла в историю как первая женщина, победившая в номинации «Лучший рэп-альбом». Так что поздравляем ее с этим достижением. Как правило, на красной дорожке Леди Гага удивляет всех своими экстравагантными нарядами. В этот раз ее наряд был попроще, но все же привлек всеобщее внимание. В этом серебристом платье она выглядела потрясающе. Не менее потрясающим было ее выступление с песней «Шеллоу», за которую она и получила награду. Эта же песня звучит в фильме «Звезда родилась» и номинирована уже на другую престижную премию «Оскар». Еще один незамысловатый наряд был у Камилы Кабельо. Красивое розовое платье идеально подчеркивало ее фигуру. В нем она была похожа на ходячую Валентинку. После красной дорожки она сменила наряд и открыла церемонию с зажигательным номером на песню «Гаванна». А вот Майли Сайрус вышла на красную дорожку в слегка откровенном наряде. И он ей явно нравился. Многие отмечали, что вырез на ее костюме весьма вызывающий. Причем это касалось не только этого наряда, но и нарядов, в которых она выступала. В одном из постов в Инстаграме написали следующее. На церемонии Грэмми Майли Сайрус показала нам сразу три откровенных наряда. В начале церемонии, во время выступления с Шоном Мендесом, на ней был лишь жилет на голое тело, который держался на тонкой цепочке. Надо заметить, номер был заряжен энергетикой. Потом она вышла на сцену со своей крестной мамой доли партом. Здесь на Майли был только желтый кружевной пиджак. Тем не менее, Майли прекрасна в любом наряде, как и прекрасны ее выступления. Дуалипа тоже появилась на красной дорожке в шикарном серебряном платье. Стоит заметить, выглядела она превосходно. Теперь давайте поговорим об изумительной Биби Рекси. Посмотрите на ее невероятный наряд. Незадолго до церемонии она выложила видео в Инстаграм, в котором рассказала, что ей пришлось изрядно потрудиться, чтобы найти дизайнера, который подберет ей наряд для церемонии. Проблема, как оказалось, была в ее размерах. Слова Биби из видео. «Меня наконец-то номинировали на Грэмми. И это самое крутое, что со мной случалось». Все артисты в подобных случаях идут к дизайнерам, чтобы те подобрали им наряд, в котором можно выйти на красную дорожку. Моя команда обращалась ко многим дизайнерам. И многие из них не хотят шить для меня платье, потому что я слишком большая. Прям вот так и говорят. И если размеры 44-46 слишком большие, то я даже не знаю, что вам еще сказать. И я даже не хочу носить чертовы платья, которые вы шьете, потому что это идиотизм. По-вашему, получается, что женщины с размером 46 и больше недостаточно красивые, чтобы носить ваше платье? Да пошли вы в задницу, я не хочу носить ваше чертовы платье. Наверняка отказавшие ей дизайнеры сейчас кусают себе локти, ведь она выглядела обворожительно. Когда Биби задали вопрос насчет этой неприятной ситуации, она дала прекрасный ответ дизайнерам, которые упустили возможность поработать с ней. Эй, вам остается лишь мечтать о том, чтобы наряжать мою толстую задницу. Выход Даяны Рос был одним из самых трогательных моментов вечера. На сцене ее представила ее внучка Алиша Кис, а потом Рос исполнила несколько своих хитов. Пост Мэлоун был впервые номинирован на премию Грэмми, но ушел домой с пустыми руками. Но, по крайней мере, выступил он замечательно. В начале выступления он пел один, но затем к нему присоединились Red Hot Chili Papers. Дуэт Хлоя и Хелли выступили, как и всегда, безупречно. Да и, что скрывать, выглядели девушки так же. На 61-й церемонии Грэмми Дженнифер Лопес выступила с трибютом в честь компании Мотоун, вокруг чего развернулась жаркая дискуссия. Джей Ло – великолепная исполнительница, и я люблю ее. Но для исполнения трибюта в честь Мотоун нужно было взять другого человека. И танцоры сальцы ближе к концу выступления это доказали. Назовите хоть одного исполнителя под лейблом Мотоун, который танцевал сальцу, написал пользователь Карамо Браун в Твиттере. BTS вошли в историю, как первая кей-поп-группа, которая побывала на премии Грэмми. Они вышли на сцену, чтобы вручить награду за лучший R&B-альбом, которую получила певица Her за одноименный альбом. Дрейк удивил всех тем, что вообще появился на мероприятии. Он получил награду за лучшую рэп-песню, которой стала God's Plan. Однако во время его благодарственной речи продюсеры обрезали его наполовине, уйдя на рекламу. Вот что осталось в эфире. Смысл в том, что если есть такие люди, которые знают все ваши песни наизусть, если вы герой в родном городе, то вы уже победили. Если люди и в дождь и в снег идут и тратят с трудом заработанные деньги, чтобы купить билет на ваш концерт, то вам не нужна эта награда. Я вам обещаю, вы уже победили. На этом самом моменте продюсеры и включили рекламу. Ариана Гранде с альбомом Sweet Tinner победила в номинации лучший вокальный поп-альбом. Это ее первая победа на Грэмми, но она даже не приехала. Причиной тому стала ссора Арианы с организаторами церемонии. Она обвиняла их, что они не раскрыли истинную причину отказа в ее выходе на сцену. В своем твиттере она написала «Да, меня там не будет. Поверьте, я пыталась и я очень хотела бы, чтобы все получилось». Но наибольшее внимание привлекла ее реакция относительно ситуации с ее бывшим Маком Миллером. Он тоже был номинирован посмертно, но уступил победу Карди Би. После объявления победы Карди Би Ариана написала «Черт», потом «Чушь» и полный отстой. Сперва все подумали, что она говорит про Карди Би, но Ариана быстро пояснила, что к ней это никак не относится. Она написала «Она молодец, правда, прошу прощения». Потом она добавила «Они пригласили его родителей, о нет». На самом деле она говорила о том, что организаторы пригласили на церемонию родителей Мака, заранее зная, что он не победит в номинации. Фанаты тоже отреагировали на это. Один из пользователей написал «Вы пригласили родителей Мака и не дали ему награду? Вы идиоты?». На что Ариана ответила «Он два месяца ночевал в своей студии». Она имела в виду, что он отдал всего себя без остатка альбому, который впоследствии был номинирован. А что вы думаете о реакции Арианы и обо всем, что происходило на церемонии? Пишите в комментариях, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик.